Однажды весной, в час небывалого жаркого заката, в районе Патриарших прудов появилось два гражданина. Что было с героями романа, наверное, знают все, герои романа Булгакова, мастера Маргарита, а вот Патрики обросли с тех эпох огромным количеством мифов и легенд. Сегодня мы с вами решили сделать такой обзор района Патриаршие пруды, показать вам какие-то основные достопримечательности, не знаю, там, как Патриарший пруд, павильон, рестораны, Малую Бронную улицу, знаменитые, скажем так, лусовочное место, и рассказать немножко про недвижимость. Да, соответственно, которая здесь есть, показать 3-4-5 домов, что сейчас, сколько можно купить. Если готовы смотреть дальше, поехали, смотрите до конца, не переключайтесь. Ну, начнем с главной достопримечательности, это вот те самые Патриаршие пруды, лебеди, которые мы сейчас видим, прекрасные, которые всех кормят. Вообще, район Патриаршие пруды назывался не сразу так. Старое его название Козье болото, да, не столь романтичное, как сейчас. Кругом было болото и паслись козы, соответственно, потому что что-то осушивали, что-то приводили в надлежащий вид, появились несколько прудов. До нашего времени сохранился лишь один, названный в память о Патриархе Иоаками. В павильоне на воде расположен ресторан Павильон. То есть, на самом деле, в этом ресторане, в этом месте, в павильоне, было огромное количество ресторанов. Постоянно они там работали год и закрывались, да, вот. Ну, вот посмотрим, сколько протянет этот ресторан. Вообще, впервые ресторан установили в 1938 году. Здание построено в 1980-м. В доме справа от меня, Малая Бронная, 32, вот он буквально остался за нашей спиной. Любил остановиться сам Булгаков. Вообще, раньше это был всегда район такой творческой интеллигенции. Здесь жили художники, артисты, известные люди, музыканты. Соответственно, в 80-е и 90-е годы, в принципе, ничего не поменялось. А вот сейчас, в современной Москве, да, здесь такой сплав. То есть, есть и старые жители Москвы, как раз тот милый дедушка, с которым мы мило побеседовали перед съемкой. Как и современные люди, например, там, Ксения Собчак и так далее, да, так и, скажем так, вновь прибывшие люди в Москву, которые, например, там, имеют определенное состояние, чтобы купить или давать здесь жилье, и слышат слово «патриарш» и приходят в восторг. Это не те люди, которые приезжают и, наверное, там, сразу селятся в сити. Это чуть-чуть другая аудитория, более утонченная, более эстетичная, любящая, наверное, такой комфорт в перемешку с каком-то очень такой, с каким-то модным местом, да. Вот именно такие люди, наверное, здесь селятся. Именно про них, в том числе, мы сегодня будем говорить. Ну что, друзья, мы, наверное, первый наш комплекс, который мы покажем, наверное, в рейтинге поставим его на последнее место. Это ЖК «Патриарх» за моей спиной. Это оплот Ложковской архитектуры, вы видите, да, вот эти вот не самые симпатичные фасады, да, вот эти вот колонны. Мы, в общем-то, комплекс в 2004 году, в нем 28 квартир. Продается вот этот красный баннерок, по-моему, не знаю, там, какой-то компанией с красным логотипом, возможно. 667 миллионов на минуточку и миллион 600 за метр. Это «Патриаршие», друзья, привыкайте к таким ценам. Мы сегодня будем показывать и гораздо дороже квартиры. Но, конечно, для этого комплекса это не очень ликвидная история, собственно, покупать за 600 миллионов квартиру, которая находится в доме уже морально устаревшем. И люди, которые сейчас выбирают, покупают «Патриарши», они, конечно, ну, практически в такой дом никогда не приедут. И вообще, если говорить, например, про такие районы, как «Остоженка», «Патриаршие пруды», вот такие квартиры могут продаваться там 5, 7, 8 лет. Это абсолютно нормальная история. И несмотря на то, что, да, это клубный дом, да, это морально устаревшая история, и только, наверное, самый кайф в локации, что ты вышел просто из парадной и сразу вот вместе с нами ты зашел в парк. Это действительно кайф. Потихонечку от «Патриархов» по Большому Казихинскому двигаемся в сторону Малой Бронной. Здесь у нас, мы как бы не планировали про него снимать, но я вспомнил, что здесь в Перелуках прячется дом булгаков. Это такой один из, наверное, первых таких домов Веспера, ну, запоминающихся ярких, да, то есть вот на самом деле в прошлом выпуске мы с вами говорили про Бродский, да, вот раз 2014 года, семь квартир, клубный дом, он полностью вписан, как вот такой, здесь был бывший доходный дом, вписан полностью в общую фасадную линейку, да, вдоль улицы, вот. На самом деле вот такое, это как раз одно из таких вот предложений, которые, в принципе, актуальны будут там 5-10-15 лет, в отличие от того же Патриарха. Здесь от 2 миллионов за метр, да, то есть, например, 2-2,5, это, в принципе, средняя дна такого клубного дома, там 7-10-15 квартир, мы с вами еще позже посмотрим Малую Бронную 15, да, это как бы отдельный новодел, а это именно вписанный дом немножечко, да, но при этом камерно, качественно, круто и очень дорого. Тоже один из новых домов, но, в принципе, чуть-чуть дешевле, чем Булгаков, да, это комплекс у Патриарших, апарт-комплекса называется, это апартаменты по статусу, да, здесь 25 квартир, квартиры все без отделки, в принципе, можно посмотреть на сани, периодически появляются квартиры в продаже, и цена где-то 1,7-2 миллиона за квадратный метр. Из особенностей, которые мы можем отметить, да, вообще здесь, в принципе, никакой инфраструктуры, то есть, и в отличие, например, от Большого Малого-Казикинского, в отличие от Бронной, да, где гигантское количество ресторанов, здесь вообще ничего нет, то есть, если посмотрите, вот, там буквально будет пару магазинов, то есть, чтобы, в принципе, дойти до вот этой цивилизации Патриарших, о которой мы говорим, нужно где-то 5-7 минут протопать, да, то есть, если, например, вы вечером хотите или там ночью выйти, ну, вот, скажем так, эта улица, она такая не очень многолюдная, то есть, я бы вот назвал ее такой, как бы, с нюансами определенными, то есть, но большой плюс вот таких домов, они находятся от удаления, потому что на Малой Бронной там постоянно движняк, там музыка, там принимают, ночью иногда приезжают ребята определенные, да, вот, пакуют людей, скажем так, которые перегуляли, вот, здесь этого нет, здесь абсолютно полная тишина, и, возможно, именно для вас это будет большим плюсом. Да, расскажите, а сколько, а сколько, а сколько, а сколько, а сколько, Александр, как его, нау кончается, Олешко, нет, как его, Олешко, А кто еще в вашем доме живет? Ну, Люся была моя подруга, Гурченко. А вот этот новый дом, как вот оцениваете его, вот, у патриарших? Вот этот? Вот этот, апарт-комплекс, да. Ну, не очень, удачный Никита Михалков тут, конечно, это Никита, кто? Ну, как вообще здесь живется вам последние годы, вот, современные, вот, много же молодежи переехало, вот. Последние два года, это не жизнь, это ад. А с чем это связано? Малая Бронная? Невозможно пройти просто. Я уже на патрике ходить не могу. Хожу на Тверской бульвар, но там тоже уже. Ну, в бульварном кольце там потише. Здесь... Там же Собянин столько комна понастроил, прямо на бульваре поставил в палатке. Около Есенина палатка. Ну да, есть, есть. Это такой, надо быть, низкосортный, безкультурный человек. А советники у них же есть вообще? Ну, вообще есть, да, вообще есть, вообще есть. Ну, вы знаете, так испохабить вообще некоторые вещи, как это сделано у нас, это уникально. Теперь был у нас Алло и Парусабель магазин, знаете, да? Да, конечно. Выхожу из магазина, стоит с камерой и барышни рядом. Скажите, про магазин, я говорю, что сказать-то. Ну, что там, как, про качество? Я говорю, качества никакого. И ходит Люся только потому, что больше некуда ходить. Вместо того, чтобы сделать магазин хороший, они его просто убрали. Понятно. А вот там... И я в этом участвовала, боже, какой ужас. А вы этот магазин возле дома ходите или в какие-то определенные магазины ходите? Прямо в определенные. Не обязательно, которые возле дома. За хлебом я хожу к Малконскому. И то там уже все... Хлеб, ну, вы знаете, покупать нельзя, да? Ну, вообще, да, уже стоит, спортивный. Мне тоже так показалось. А как определяете вы хлеб? Вы режете его, если он крошится внутри, значит, он из нескольких замесов сделан. У него есть просто нельзя. Но он не должен крошиться, да. Не должен. Не должен. Значит, это отрава, а не хлеб, понимаете? Хлеба уже найти нормально. А фрукты, овощи, например, тоже в Москве тяжело найти хорошие. Они все с ядом. Все. Вообще дела, два яблочка. О, кстати, букет мне подарили. Ну, здорово. Потому что это помещение мое. Я сдала их в аренду. Последний вопрос этот... В общем, вы так рассказываете, мы невозможно остановиться. А в Лондон почему не уехали? Я здесь 60 лет живу. А в Лондон почему не уехали? Здесь к детям. Многие же уезжают. Или в Париж куда-нибудь. Я языка не знаю. Дочь учат. До сих пор учат. Вот она сейчас через неделю выезжает туда к ним на две недели. Там это... У внучки родился ребеночек. Вот. Ну, она шпрохает немножко. А я нет. А потом англичане. Вот с моей активностью с такой... Ну, да, да. Они меня не примут. Все-таки здесь родное место. Вот. Да. Вот у меня тут знают все. Ну, здорово, здорово. Не, ну, спасибо вам. Мы такие истории рассказали интересные. Ну, что, следующая локация, куда мы переместились, это жилой комплекс БАКСТ. Построено буквально... Здесь 18 квартир. Построено буквально там пару лет назад. Вот. Буквально вот люди, многие туда заезжают. По мнению многих людей, здесь живет Ксения Собщак. Ну, это одна из ее квартир, естественно, да. Вот. Как раз вы знаете, что Ксения очень любит патриарши. Она постоянно говорит, что это классный район, да. Но есть свои нюансы, там иногда критикуют. Вот как раз новенький дом БАКСТ, и это был ее выбор, да. И, возможно, действительно, уже она здесь проживает. Или, может, делает ремонт. Мы не знаем. Можем, можете, кстати, спросить у Ксении, если с ней в дружественных отношениях. Так, если сказать про дом, то есть, на самом деле, вот это место, вот здесь большой Казихинский переулок. Видите, что дом малоэтажный, то есть, он, в принципе, вписан в архитектуру. 18 квартир. Инфраструктуры только в доме самом нет, только рядышком, да. Ну, опять же, в отличие от той же Малой Броны, здесь тихо. Здесь, вот, на мой взгляд, вот это, там, один из моих фаворитов. Вообще, в принципе, на пляж. Если хотите именно новый дом, обязательно присмотритесь к нему. Единственная проблема, что квартир может не оказаться, которой вы хотите. Мы с вами вышли на знаменитую Малую Бронную улицу. Здесь у нас, на самом деле, большое количество ресторанов, баров, магазинов. Вот вы видите, да, уже люди сидят практически на ступеньках, кто-то сидит на террасе, кто-то сидит, соответственно, внутри. Но вообще летом традиционно все любят сидеть вот именно так, как вы видите за моей спиной, да. Вообще, когда обычно ты идешь по этой улице, и тебя снимают, все сразу, многие начинают вскакивать. Буквально, когда мы только начали писать этот блог, после невкусных суш сидело два блогера-миллионника. Но они даже не обратили внимания, нормально отреагировали. Поэтому, в целом, в общем-то, можно увидеть достаточно известных людей. Я один раз ужинал рядом с Дудем, вот, с Юрием. Поэтому вот это как раз вот эпицентр такой модной, трендовой московской жизни. Здесь, с одной стороны, как бы можно встретить любого абсолютно человека известного. С другой стороны, это и минус, потому что вот именно эта улица, вот дома, которые расположены вдоль этой улицы, да, здесь очень шумно, здесь, ну, вечером невозможно пройти, летом здесь постоянная движуха. И ладно бы, если бы это были жильцы этого района, да, Патриков, но сюда приезжают люди из других районов. И, ну, летом здесь вообще не протокнуться. Поэтому то, о чем нам говорила наша уважаемая гостья, да, которая нам любезно дала интервью, которая живет здесь 60 лет, вот как раз для таких людей это большой минус, потому что, ну, Патрики превратились, по сути, в такое место молодежной тусовки, место такого пьяного угара даже где-то, да. Или там еще даже чего-то, о чем не будем говорить. Поэтому, по большому счету, действительно, это такая уникальная улица, да, если говорить с точки зрения ресторанов, с точки зрения там гастрономической какой-то культуры. Но при этом для жильцов района это большой минус. Вообще, с точки зрения истории, Малая Бронная улица, как и Хамовники, на самом деле, у нас названа в честь ремесленников, ювелиров и мастеров, изготавливающих броню. После пожара 18-го года улицу отстраивали заново уже к середине 19-го века. Она была полностью застроена каменными домами, которые, собственно, можно увидеть и по сей день. Место быстро приобрело популярность у дворян. В одном из домов, например, поселилась семья Тургеневых. Впрочем, и сейчас на этой улице живут, понятное дело, что не самые простые люди. По левую руку от меня, Малая Бронная 15, один из самых свежих, интересных проектов. Посмотрите, какой кайф. Он, на самом деле, в чем-то по фактуре, по архитектуре похож, на самом деле, на Бакс. Вы, наверное, в комментариях наверняка будете это отмечать. Но, скажем так, есть особенности. Если Бакс у нас находится в Казихинских переулках, да, это более тихая часть патриков. Здесь, видите, практически вот одна полоса движения. Постоянно пробки. Вот даже сейчас можно увидеть, да, какой затор. Это еще у нас там не конец вечера. Сейчас 5 часов, пятница. Через 2 часа будет полный нон-стоп. Поэтому вот это место, оно более пробочное, более такое напряженное и более шумное, потому что напротив ресторана, но при этом все равно немножко в отдалении от самого эпицентра ресторанной жизни. Один из самых запрашиваемых именно новых домов, это вот Малая Бронная 15. До сих пор есть лоты в продаже. Обратите на него обязательно внимание. Если говорить про цены, ну вот на втором, например, или на третьем этаже можно купить двухкомнатную квартиру. Будет стоить где-то там 250-300 миллионов, две спальни, то есть стоимость более 2 миллионов за метр. То есть если хотите купить такую квартиру, можно смело обращать внимание на этот дом, ну, если, естественно, позволяет бюджет. Многие спрашивают, что такое тяжелый люкс, да. Вот сейчас ребята спросили. Тяжелый люкс – это такое общее название, да, вот, и людей, и домов, и, не знаю, там, тусовки, то есть которые любят что-то такое эксклюзивное, интересное. При этом, как бы, есть две стороны, да. Есть сторона вот, как бы, такой олдскульный тяжелый люкс – это такие женщины в возрасте, да, там, которые любят кортье, любят селиться на патриарших. А есть, ну, такой тяжелый люкс, скажем так, вот, например, чиновники, да, вот, что-то такое. Это название часто, ну, оно уже стало определением. Кстати, мы находимся возле ресторана АЭС, где как раз любят собираться тяжелый люкс. То есть, например, спокойненько можно, например, я один раз завтракал с человеком, который, наверное, раза три в неделю здоровается с нашим уважаемым президентом. Поэтому здесь вот любят собираться такие состоятельные люди, которым, например, не нравятся вот те модные заведения в начале улицы Малой Бронной. А они любят АЭС, потому что это вот, это, это, это уже многолетний опыт, да. Напротив находится ресторан «13», кстати, один из моих любимых. Там очень классный осьминог. Если будете, обязательно попробуйте. Ну что, мы переместились на Гранатный переулок, и здесь находится Гранатный 6, один из самых дорогих и желанных в свое время в той еще старой элитке домов. Был построен в компании Intec в 2010 году. Рядом есть еще комплекс Гранатный Палас, Гранатный 8, по-моему, по адресу. Что можно сказать вообще по Гранатному 6? Небольшое количество квартир, очень-очень дорого, то есть вот где-то от полутора-двух миллионов за метр. Бывает периодически подается лоты в продажу, но, если честно, вот 10 лет дому, да, и, скажем так, есть большое количество проблем, нюансов, которые есть в этом доме, то есть и слышимость, и неработающие иногда лифты. Поэтому, в целом, если мы говорим про вот этот вот комплекс на Гранатном переулке, это, наверное, история про Тихие Патрики, про уже такие нестандартные, да, то есть не Малая Брода, не Казихинский переулок, не Спиридоновка, а что-то такое более тихое, более камерное. И, наверное, если вам хочется что-то такого, то, в принципе, вы вот в этом комплексе это сможете найти. Если вам нужно что-то такое уже более движущное, вы можете идти как бы в Шумные Патрики. Альтернатив особенных нет, можно смотреть либо старый фонд, либо, например, вот что-то такое. При этом, ну, если вы, как бы, ну, там, ценитель качества, да, такого прям суперэстетики, вы здесь, конечно, его не найдете, потому что в 2010 году, конечно, строили не так, как сейчас строят, например, Веспер, тот же Бродский, то есть такого качества, к сожалению, не будет. Как мы уже сказали, вот если Гранатный 6 был построен в 2010 году компанией Интека, на 27 квартир, получается, и три небольших клубных резиденции, да, три корпуса, то вот Гранатный 8, его построили, по-моему, в 2011 году, и строила компания Снегири, которая строила, кстати, комплекс Снегири Эко на Мосфиле, и многие из вас тоже его знают. И здесь, например, скажем так, ну, цена за метр, она была, там, плюс-минус сравнимая, на самом деле, и примерно у них срок постройки одинаковый, но вот с точки зрения качества Гранатный 8 я бы поставил выше. Прямо сейчас продается, соответственно, пентхаус за 2,5 ерда, порядка, там, 900-950 метров, кстати, такой очень классный, интересный пентхаус, мы попробуем фоточки сейчас вам показать. И вот, опять же, если, например, вы именно хотите Тишину, Приватность, Патрике, Гранатный, вот эти два проекта можно смело рассматривать. Ну что, друзья, мы с вами закончили наш обзор, заканчиваем уже, да, мы сегодня с вами гуляли по Патриаршам, рассказывали вам про особенности района, встретили местных жителей, спросили у них, говорили про клубные старые новые дома на Патриках, говорили про особенности жизни. Если говорить про, опять же, средние цены, да, ну, надо ориентироваться, что от миллиона до двух, до средняя цена все-таки дома клубного, современного, хорошего, качественного. Меньше миллиона можно найти варианты, но все-таки это может быть там какой-то старый фонд, например, да, панельные дома, которые здесь тоже есть. И, в принципе, можно найти на Циане, посмотреть достаточно интересные варианты, вот, на таких вот улицах, да, в таких вот домах, при этом вы увидите, что есть хорошие дворы, хорошие скверы, магазины, рестораны, в принципе, инфраструктура будет качественная, просто качество дома будет немножко другое, но это сложно уже назвать, там, элитные недвижимости, скажем, да, это уже такой старый фонд, вот, но при этом попадаются достойные варианты. Я попрошу вас в комментариях написать обратно, как вам выпуск, как вам формат, вот, нравится ли вам. Мы будем каждую неделю выпускать новые серии этого сезона, и нам очень важно понять, что нам нужно добавить, вот, чтобы мы сделали еще лучше, еще динамичнее, еще качественнее наши выпуски. А мы, пожалуй, наверное, будем сегодня заканчивать. Я, пожалуй, пойду перекушу, наверное, куда-нибудь на Малую Бронну. Всем пока!